Часть одиннадцатая у нас на сегодня. Там снизу это. Спасибо вас ждет. Нажимайте нравится, понравится. Жми, моя красавлица. Не забывайте. На сегодня час одиннадцатая. Часть. Подходим уже куды, туды подходим. До конца уже едем. Поехали. И вот через несколько минут Фока подъехал к товарищам. Из его дохи выглядывала привлекательнейшая мордочка зверька. Буроватая оголовка, в кулак величиной, с мохнатыми стоячими ушами и влажными выразительными глазами была без свисающих вниз клыков. Ее черные глаза неподвижно смотрели вдаль и будто не видели людей. Только уши поминутно поворачивались из стороны в сторону и вздрагивали губы. Симов приложил руку к груди животного и почувствовал частое-частое биение сердца. О, как поршня, молотят. Удивительно подвижные бабки на ногах и острые копытца были невредимы. Фока связал к ушаком ножки кабарги попарно. Парно я же ведь, животное. Положил ее на вазок в сено и, чтобы она не билась, накрыл сверху полушубком. И вскоре охотники забыли про этого зверька. Только один батыр шел сзади фокиного воска и не сводил с него глаз. А? Охранник? Охраняешь. Ты, батырка ты, в жопе дырка ты. Ага. С приближением к Шепшулте долина Джилы повернула на восток. Живописные утесы и крутые склоны, покрытые сосновым лесом и березовыми перлесками, исчезли вовсе. На смену им бесконечной панорамой потянулись невысокие солнечные травянистые увалы и скалистые сивера с мрачным обомшелым лиственничным лесом. На шестидесятом километре в Джилу впадал из глубокой долины поток в 3-4 метра шириной. Это была речка Масита, устье которой славилась обширной рыбной ямой. Масита. Лед в этом месте был тонким, а на слиянии двух речек его и вовсе не было. Рискуя провалиться, охотники поочередно провели по ледяному карнизу лошадей. Это было последнее препятствие, а за ним вскоре показалось зимовье. Рогов выехал на забоку и подвел коня к дверям избушки. Когда въезжал на берег Трохин, его сани накренились, и из них вывалился в снег связанная кабарошка. Одним прыжком Батыр сразу же, мах, и очутился прямо над ней. Все, маю, никуда не денется, а? Его крепкие челюсти мгновенно сдавили горло маленького животного. Трохин аж вскрикнул и бросился с кнутом, но пес ловко увернулся и сразу же, мах, и отскочил в кусты. В снегу, вздрагивая всем телом, осталось лежать кабарошка с беспомощно запрокинутой назад головой. Из уха ее показалась алая струйка крови, в ноздрях запенились розовые пузырьки. Открытые глаза козочки по-прежнему печально смотрели далеко вдаль. И вот, через несколько минут, ее сердце остановилось. И Фока припал к ней. Его широко раскрытые глаза были полны слез. Симов, также расстроенный гибелью кабарошки, с удивлением смотрел на Фоку, на охотника, который перестрелял сотни зверей. Ему казалось просто непостижимым сочетание в этом человеке чувства жалости к животным с безграничной охотничьей страстью. Зимовье на шепшелте оказалось недостроенным и крайне примитивным. Примитив, скилз. Низенький бревенчатый сруб без окон, кое-как покрытый накатником, зиял пустым дверным отверстием, чтоб не сказать дырка. Посреди земляного пола возвышалось место для очага, над которым виднелось пробитое в потолке дымовое отверстие. Оно же служило и окном одновременно. Вот тебе и все устройствия. Ага. Осмотрев это неказистое жилье, охотники тотчас взялись за дело. Из предусмотрительно захваченных с собой четырех досок они сбили двери и навесили их. Затем переслали крышу, вдоль стену строили узкие нары из жердей и заготовили дрова. Слуга привезли сено. Конечно. И к вечеру хижина была уже оборудована. И на очаге запылал костер. Густой-густой дым заполонил все помещение. Дышать стало нечем. Глаза заслезились. Как те ежики в тумане ходим тута. И все повыскакивали. Ах, как есть повыскакивали наружу. И через полчаса только, когда воздух нагрелся, дым ровным столбиком поднялся вверх и повалил в потолочное отверстие. В зимовье стало тепло и уютно. Вдруг. Костер светло разгорелся. Воздух очистился. Охотники забрались в хижину и после сытного ужина с наслаждением растянулись на нарах. Все, сушимся, селедки. Хе-хе-хе. Сушимся. И на следующий день все разошлись на промысел. Трохин еще в темноте отправился вверх по долине Шепшулты разведывать лосей. Следом за ним вышел Уваров. Он намеревался в этот день белковать в сосняках. Рогов и Симов направились в долину речки Маситой. Ставить западни кряжи на кабаргу. Шли молча. Скоро охотники свернули в долину Маситой и поднялись по ее юго-восточному склону. Глубокое безмолвие царило в лесу. Неожиданно где-то вверху раздалось странное продолжительное шипение. Казалось, как будто рядом снизился табунок Гоголей. Шо-то тако шипыть, а? Симов с удивлением поднял голову, осмотрелся по сторонам и вопросительно посмотрел на Рогова. А старик только улыбнулся. «А-а-а! Это кабарошка! Кабарошка пышкает!» «А-а-а!» — пояснил он. И по лесу снова пронеслось это загадочное шипение. Оба охотника замерли, всматриваясь в заросли и завалы валежника. И, наконец, в метрах в семидесяти среди деревьев и камней Симов заметил головку и полосатую грудку кабарги. Он мгновенно вскинул винтовку и выстрелил. И голова исчезла. «Конечно!» Охотник бросился вверх по косогору, Пробираясь чаще и перелезая через колоди, Но он с большим трудом выбрался на скалистый бугор, Где стояла кабарга. Зверька там уже не было. Одни только ямки в снегу, Пробитые четырьмя поставленными вместе копытцами, Виднелись через каждые три-четырь метра. Именно таковы были прыжки, уходившие кабарги. Нигде не было видно ни капельки тебе крови. «А? Как там? А? Есть? Че не есть?» Прокричал снизу рогов. «Нет, несъедобное оказалось», Пошутил Симов над своим промахом. «А-а-а-а! Поди, свысил! Опять!» Снова донеслось снизу. Симов осмотрел ближайшие колодины и стволы деревьев. «Действительно, при стрельбе вверх винтовка высела!» «Действительно!» Засевшая в колодине пуля пролетела прямо над головой зверька. «На выстрел сразу же прибежал Батыр. А-а-а! Сразу же!» «Ты! Дырка ты с ушами!» Почуяв кабаргу, он принюхался к ямкам в снегу и, определив направление, помчался вдогоночку. «А-а! Работа, работай!» Тем временем Рогов обошел скалистый завал и выбрался к вершине Косогора. Ловко минуя препятствие, он за несколько минут поднялся гораздо выше Симова и вскоре скрылся из глаз. В наступившей тишине, где-то там, вверху, за Косогором, раздавался лай собаки, загнавший кабаргу на отстой. Наконец ветер донес сухой треск выстрела. Поднявшись наверх, Симов отыскал Прокопа Ильича, по следу отыскал. Старик отдыхал уже в затишье, под небольшим утесом, служившим кабарге отстоем. Рядом сидел Батыр. В снегу лежала убитая кабарга. — Все, як ныж капыше, заходь! С верхней челюсти животного свешивались вниз пятисантиметровые клыки. Это был крупный десятикилограммовый самец, почти вдвое больше молодой кабарги-самочки, пойманной в пути трохиным. — Хороший струйный! — заметил Прокоп Ильич, показывая вырезанную пупку. — Пупка! О! Это ценная мускусная железа, чтоб вы знали! Пупка! А-а-а! Пупка! Пуп земли! Симов с интересом взял кусочек шкурки, внутри которой перекатывался твердый комочек железы, величиной в половину куриного яйца. — Заготовителем в чите продам! — продолжал Рогов. — Лекарственная вещь! — Ишь, как от нее апотекой несет! А? Симов понюхал, и действительно, эта железа действительно напоминала запах смесь каких-то медикаментов. Рогов бережно взял струйку, завернул ее в платочек и спрятал за пазухой. Все, немае. Затем он связал попарно ноги животного и закинул тушку за спину. — Вот придем в зимовье, шашлык панжарим. Вкуснее к оборожевам меняться сейчас ни хрена не найдешь. — Ага! И старик так аппетитно причмокнул, что Симову нестерпимо захотелось есть. Вот тут же, сразу же, в сию же минуту. А за вершиной, вниз по северному склону, тянулась полутора километровая засека шириной в два десятка кряжей. Лиственницы, подрубленные на высоте метра, были повалены одна на другую и представляли собой сплошную изгородь из стволов и переплетенных веток. Через каждые пятьдесят семьдесят метров в изгороди были проделаны двухметровые ворота, перегороженные западней, приподнятым и настороженным бревном, которое придавливает проходящую под ним кабаргу. Эти опасные самоловы убивают телят и самок тоже. Поэтому в местах, где кабарок мало, кряжи применять никак нельзя. Не можно! Хорошо зная на практике истребительную силу этих самоловов, Прокопий Ильич охотно согласился с Симовым не настораживать эти самые самоловы. Оставив засеку в покое, товарищи вернулись в зимовку. За дверью хижины сразу же зарычал Батыр. «Э-э, шер-дер-пер, приперси!» И охотники прислушались. Снаружи в морозной тишине послышался скрип размеренных шагов. Вскоре с клубами морозного пара в зимовье ввалился огромный уваров. Сразу в помещении стало тесно. Сразу же! Старик неспеша разобрался, раскурил трубку и коротко сообщил. Следов лосей не видать. Белка малость есть. О, десяток добыл. С полсотни плашек поднял. Дорогой наследили колонки. Вблизи сайбы их штук пять живет. Я подходил к ней. Она в порядке. Прогрызов нет. Мясо целое. И он достал из мешка десять беличьих шкурок, вывернутых мехом наружу и свернутых в комочки. Те, которые имели сильные прострелы и кровопотеки, были внутри, со стороны мездры. Они были набиты снегом. Снег впитывал кровь, отчего кровопотеки исчезли. Гаврила Данилович вывернул шкурки мехом внутрь, нанизал их с глазными отверстиями на тонкий ремешок и повесил для просушки в стороне. В стороночке от очага. И за дверью снова проворчал Батыр. Эх, терпыр ты! Не уймешься ты там, а? И через несколько минут в зимовье вошел Фока. Брови, ресницы и небритое лицо его были покрыты инием и искрились при свете костра. Фока обтерся рукавом, раскурил трубку и мрачно махнул рукой. Рассказывать ему было нечего. За весь день он не встретил ни одного тебе свежего лосиного следа. И на поиски лося решил отправиться кто? А кто бы вы думали? Рогов! Рогами пайшов! За рогами! Следующим утром, еще затемно, он ушел с зимовья вверх по джиле. И за ним, как есть, увязался Батыр. Тоже рогатая скотина. И к рассвету старик дошел до устья барон Джилы. В этом месте долина Джилы разошлась на две пади. Рогов выбрал левую. Левый рог. По ней он прошел еще пятнадцать километров и, не встретив лосиного следа, присел на колодине отдохнуть. Угу. Передохнуть. Не спеша он осмотрел все окрестности, но в круги. Шо тут деется, а? И Батыр исчез. Эх, ширдерпыр ты. Прошло полчаса. А пес все не показывался. Рогов слушался. Приставив к ушам руки, он, наконец, уловил отдаленный лай, доносившийся с верховьев речки. Пробежав километр, Рогов снова прислушался. В закоченелом лесу царила тишина. Охотник двинулся было дальше, но вдруг увидел огромного лося, мелькающего верниковой чаще. Размашистой рысью Рогач выбежал на берег реки. Заметив охотника, он мгновенно остановился. И тут же, как раз в этот момент, из кустов вывернулся Батыр. Забежал наперед и яростно залаял. И прогремел выстрел. Просвистевшая над кустарником пуля глухло, глухо ударила быка прямо в грудь. Он повернулся и бросился назад своим следом. Рогов выстрелил до гонку еще два раза. Лось, далеко выкидывая ноги, удалялся и вскоре скрылся за поворотом. На месте ранения животного шерсти и крови не оказалось. А это означало, что рана не сквозная. И пуля глубоко засела в туши. Пройдя по следу, Рогов обнаружил на снегу алые капли. С каждым десятком шагов количество кровяных капель увеличивалось. Во-во-во! Вот он! Аленький цветочек! Идем, идем! Рогов торопился, ожидая за каждым поворотом увидеть лесного гиганта. Но следы его ровной рыси тянулись километрами. Лось продолжал идти без остановки. На крутом повороте к берегу реки подступили обомшелые утесы. Старый бык предвидел это препятствие и на предательский скользкий лед не вышел, а круто отвернул и, не сбавляя хода, пошел вверх, к водоразделу. А охотник продолжал погоню. Напрыгая силы, он крутым склоном поднялся на седловину. Следы лося и батыра перевалили через нее и вели вниз. На перевале Рогов нерешительно остановился и оглянулся назад, на знакомую пать барон Джилы. Переведя взгляд вперед, он увидел перед собой безграничные дали, неизвестные ему тайги, раскинувшиеся по долинам притоков Анона. Колебание длилось недолго, и он рысью сбежал вниз. Следы привели к заваленному колодникам руслу ключа. Нагромождение стволов затрудняло преследование. Сгустились еще эти сумерки, А следы лося и собаки все продолжали уходить вперед. Только вперед. И только наступившая темнота заставила прервать эту погоню. Старик присел на колодину и тут почувствовал, что все... Что силы мои иссякли. С трудом он встал, выбрался на припойменную террасу, за лавок и отыскал в густом сосняке удобную площадку для ночлега. Разметав снег, он поставил из веток заслон в виде плетня. Шоб хоть шось. Да хоть шось. Перед ним сделал постель. Высоко на слав крупного лапника, а сверху сухой травы. Вот, вот теперь хоть шось. Со старой гарей он притащил с десяток сухих обуглившихся колодин и развел сибирский костер. Непреодолимая усталость сразу же овладела им. И он свалился в мертвецком сне. На седьмом небе. С рассветом Рогов покинул стоянку. Через десять километров ключ вывел его к речке Урею. Здесь лось выбежал на лед. И, судя по пятнам, по пятнам крови, он упал здесь. Но его нигде не было видно. Исчезли даже следы. Присматриваясь к мазкам крови, старик обнаружил на льду едва заметные следы ссанных полозьев и конских подков. Хм. И это открытие заставило осторожнейшего охотника выйти повыше, на берег, и осмотреть все окрестности. На юг бесконечной чередой уходили безжизненные однообразные склоны незнакомой ему долины. Нигде, нигде ни дымка тебе. У поворота реки старик обследовал снежный надув и обнаружил на нем следы саней. Двух человек и батыра. Ишь ты! И он сразу же позвал собаку и выстрелил даже. Застывшие окрестности ответили ему эхом. Тревога и тоска охватили его. Он внезапно ослабел даже и беспомощно опустился в снег. Выехав зимовья и поднявшись вверх по шепшулте километров на десять, у варов с Симовым свернули в ключ, где стояла сайба — хранилище мяса. В лиственничном острове в полутора метрах над землей возвышался продолговатый трехметровый сруб. Стены его и пол были плотно сложены из добротных двадцати сантиметровых бревен. Потолок покрыт накатником. Поверх сайбы одна навстречу другой лежали, удерживаясь на пнях, две вековые лиственницы. Деревья многотонным грузом придавили крышу амбара, сделав его недоступным даже медведю. У варов срубил державшиеся на пнях стволы, свалил их на землю и разобрал сверху накатник. Внутри сайбы стояли наклонно прислоненные к стенам части лосиной туши. Благодаря этому куски мяса не примерзли к бревнам и не смерзлись между собой. Охотники легко извлекли их из амбара и погрузили в сани. Оставив внутри сайбы для привады лосиную голову, старик прорубил в боковой стенке небольшой лаз для колонков и перед ним установил самый маленький, так называемый нулевой, тарелочный капкан. Рядом с сайбой у варов пристроил кулемку на колонка. Сначала он сделал дворик, огородив полуметровым частоколом квадратную площадку в 30 на 30 сантиметров. В одной стороне частокола он оставил проход в 20 сантиметров, поперек которого положил бревенчатый порог в руку с толщиной, а на него уже двухметровое бревно, служившее гнетом. С рогульки сторожевого кола свисал на крепкой нитке сторожок. При настораживании его заводили одним концом под бревно, а другим в зарубку насторожки. Для приманки у варов отрубил кусочек мяса и бросил его внутрь дворика. И на этом охотники расстались. Уваров поехал с мясом к зимовью, а Симов отправился вчерашним следом проверить поставленные им кулемки и капканы. Первая кулемка стояла среди нагромождения камней и колодника, где обычно водились колонки. Ловушка оказалась спущенной, а кругом нее были разметаны перья сойки. Птица первая посетила и попалась в этот самолов. А затем приходил колонок, который вытащил из ловушки мясо и растерзал задавленную сойку. Симов снова насторожил кулемку и положил во дворик остатки птицы. Уже тоже ведь мясо. Можно было не сомневаться даже, что в эту же ночь придет колонок. Отсюда к зимовью тянулся путик, охотничья тропа, с расставленными по ней через каждые сто метров плашками. Это были ловушки на белок. Одна из ближайших также была спущена. К плоской плахе, укрепленной на четырех кольях на высоте полуметра над землей, привалилось наполовину отесанное бревно и придавило белку. Симов вытащил зверька и части насторожки. Досочки старожка он сложил вместе так, что одна своей торцовой частью упиралась в зарубку другой. Концы их он зацепил зарубкой на насторожке и поставил распором в передней части самолова, между плахой и гнетом поставил. Подправляя на свободном конце насторожке надетый для приманки гриб, Симов обратил внимание на своеобразное устройство гнета. С нижней плоской стороны бревно имело корытообразное углубление. Благодаря этому плашка плотно накрывала попавшегося зверька и тем самым предохраняла его от лесных хищников. Ага, да ага, вот так вот. Обследовав тридцать ловушек, охотник обнаружил в них только двух белок. Раздосадованный неудачей, он свернул с тропы в лес и сразу же обнаружил беличий след. Один из отпечатков он взял из снега прям на руку. Следочки, окружающие его снег, сразу же развалились. А это был верный признак свежего следа. Пятнадцатиминутной давности. Белка шла к лесной опушке размашистыми прыжками в шестьдесят-семьдесят сантиметров. Продвигаясь по следу и прислушивая, Симов уловил легкий шорох. Маскируясь густыми деревьями, он стал бесшумно приближаться к зверьку. На краю небольшой полянки стояла тридцатиметровая ель. Ёлка! Под ней на снегу валялись чешуйки и черенки шишек. С вершины ели, вертясь на легком ветерке, летели крылатки еловых семян. Стукаясь о ветке, падали чешуйки. На землю падали. Одна из веток вдруг дрогнула, и по ней на край выбежала белка. Зверек срезал шишку, подправил ее в зубах передними лапками и мгновенно юркнул назад в гущу веток. Симов внимательно присмотрелся к кроне и увидел у ствола серую спинку, а над ней пушистый хвост антенной. После выстрела с дерева упала шишка, а за ней и белка тоже. Так по следу и на подслух, так называется на подслух, охотнику удалось добыть за день еще десяток зверьков. Под вечер белки перестали жировать. По пути к зимовью встретился беличий след. Зверек бежал напрямик короткими прыжками и широко расставлял задние лапки. А это, это указывало на то, что зверек сыт, все, и идет уже к себе в гнездо, в гайно идет, торопится. Скоро попался более растянутый след. Поддев снизу рукой, его удалось целиком вынуть из снега. Такой прочный стульчик характеризовал утренний след. Выйдя по нему на опушку, Симов осмотрел густые ели и в затишье за скалой заметил на одной из них беличье гнездо. Подойдя к дереву, он постукал по нему палкой. Зверек затаился в своем убежище. Но тогда пришлось срубить жердь и как вдарить ею высоко-высоко по стволу. Да как вдарить! И в то же мгновение сбоку гнезда показалась белка. Мах! И высунулась. Ну да. Долгое отсутствие Рогова беспокоило Симова. Товарищи успокаивали его, рассказывали всякие там случаи, когда им приходилось аж по две-три ночи проводить в тайге, преследуя раненого зверя. Но все же на другой день Симов отправился вверх по Джилле. Полдня он шел следом Рогова. Доерников на Барун Джилле. Увидев здесь лосиный след и пятна крови, он сразу же успокоился и повернул было назад. Дорогой его внимания привлекли свежие следы Кабарги и Росомахи. Они вскоре привели его к невысокому скалистому утесу, под которым только что разыгралась кровавая драма, историю которой удалось прочитать по следам. Кабарга выбежала на утес и, спрыгнув на каменистый уступ, встала на отстой. Росомаха бросилась на нее сверху, сбилась от стоя и вместе с ней свалилась с пятиметровой высоты в снег. Задушив жертву, хищник унес ее в чащу. Кровь на снегу не успела еще замерзнуть. Смотри. Охотник поднялся на гриву, осмотрел окрестности и увидел поднимающуюся по косогору Росомаху. Голова ее была высоко поднята. В зубах она держала Кабаргу. Ноги и голова козочки беспомощно болтались и бороздили снег. Лейтенант поставил сошки под винтовку и выстрелил. Пуля черкнула по снегу сзади зверя. Росомаха продолжала тащить Кабаргу, перешла с шага на рысь и скрылась в зарослях молодых сосен. Едва переводя дыхание, в расстегнутом полушубке с ушанкой на затылке, Симов побежал вдохонку. Росомаха шла рысью. На протяжении километрового подъема она дважды ложилась отдыхать, но с приближением человека поднималась и уносила за собой свою добычу. Затем Росомаха перевалила на северный склон и пошла под гору уже без остановок. Убедившись в бесполезности этой погони, охотник повернул назад и к вечеру едва добрел до зимовья. Гаврила Данилович и Фока уже успели наварить целое ведро кабарожьего супа и ожидали товарищей. Рогов вернулся, вернулся среди ночи. Едва передвигая ногами, як той вармушелью, он с трудом перешагнул через порог и сразу же повалился на нары. Добрый день! Приехали! На него страшно было смотреть. Щеки и виски ввалились, скулы выступали вперед. На пепельно-сером лице темнели и сине-черные губы. Фока пристально посмотрел на его руки и, не обнаружив между пальцев и на когтях запекшейся крови животного, повторил, как это бывает у глухих, вслух свои мысли. «Значит, не догнал!» Два дня зазря пропутался. «Не догнал!» «Это еще полбеды!» — хрипло ответил Рогов. «Двое Акшинских перехватили быка и собаку увели!» И только когда успокоился, старик обстоятельно рассказал обо всем случившемся. «Так двое, говоришь, были?» — переспросил Фока. Прокоп Ильич утвердительно кивнул. «М?» «Завтра же надо вдвоем выходить, воров шукать!» Все товарищи поддержали Фоку, однако Рогов возразил. «То, что они лося взяли, да черт с ним! Еще добудем! А вот собака, собака проводит их и сама воротится. На сворке держать ее будут. Так она не скоро воротится, если на сворке держать будут. «Все одно когда-нибудь спустят, а вот и вернетеся! Хочешь на край света уведи ее, все равно придет!» «Ты ж батыр, богатыр! Как есть придет!» — уверял Рогов. Общим советом решили с недельку подождать. «Обождать!» «Подобдумать усё!» «Если собака за это время не придет, Симов отправит телеграмму военному коменданту Вакшу!» «Прама туды!» «Отправлю!» Утром снова завязался разговор о бакшинских похитителях. Однако охотники ничего нового не придумали и разошлись по распадкам на охоту. В зимовье остался Рогов. Длительная погоня, двухдневная голодовка, потеря верного помощника и тяжелая-тяжелая обида так измотали старика, что он почти трое суток не спал. Вот так вот. В последний третий ноября установилась холодная ясная погода. Морозы доходили аж до сорока градусов. От холода трещал лед на реке. В лесу ему вторили деревья, щелкали. Заледеневший снег хрустел под ногами, как битое стекло, и не давал возможности подойти к лосям на выстрел. Работали, как выражали старики, только лишь плашки да кулемочки. А-а-а, только они работают. За время пребывания на Шепшулте охотники добыли больше сотни белок, десяток колонков и столько же кабарок, да и наловили 200 килограммов рыбы. Сентябрское свежее мясо, а также рыбу, подготовили для отправки в город. Вывезти эти трофеи домой в ключи вызвался Уваров. По русскому обычаю перед его отъездом все присели и на минуту затихли на дорожку. Первым стал самый молодой. Прощаясь с Уваровым, Симов передал ему текст телеграммы Акшинскому военному коменданту и письма начальству, матери, друзям. Почуяв, что идет домой, Карька бодро вышел на реку и слегка натужившись, потащил тяжеленные сани. Вскоре зимовье скрылось за поворотом. Гаврила Данилович потеплее завернулся в потертую козью дошку и прилег на мешки с рыбой. Перед ним поползли сотни раз виденные косогоры, эти утесы, эти лесные картины. Эк намалевано! Нарисуй меня еще! На устье Маситы старик повел коня под уццы по ледяному карнизу над омутом. Неожиданно лед треснул и, не выдержав тяжести лошади и груженных саней, обрушился в воду. Перепуганное животное сразу же рванулось к берегу. Старик мгновенно захлестнул ременной повод за прибрежный пень и затянул его надежным монгольским узлом. Затем выхватил нож и перерезал гужи и через сидельник. Оглобли упали в воду. И, почувствовав свободу, Карька попытался выбраться на берег, но от его усилий обвалившаяся ледяная глыба поползла вглубь омута. Натянув повод, несчастный конь опустился по грудь в воду и затих там. Рядом с ним торчали из воды затонувшие передком сани. Уваров замотал конец вожжей за сани и ближайший пень и попробовал помочь коню. Но при малейшем движении льдина уходила вглубь, а вместе с ней погружалась также и лошадь. В отчаянии от своего бессилия старик побежал, побежал за товарищами. Первым к месту происшествия примчался Фока. Голова и грудь Карьки были уже под водой. Льдина из-под его ног вывернулась и, потеряв опору, конь погрузился в воду и захлебнулся. И уже ничем нельзя было помочь. Эта беда всех огорошила, а больше всего Уварова. Старик укорял и ругал себя на все лады. Он сокрушался о гибели коня, подсчитывал убытки всей бригады. Товарищи как могли утешали и ободряли его, но все это мало помогало. С убитым видом сгорбившись старик сидел на льду, как у того разбитого корыта. Потом он встал, подошел к пню, за который и был привязан повод затонувшего коня, и дернул его за конец. Монгольский узел мгновенно развязался, ремешок натянулся и захлестнул руку охотника. Быстрый поток потащил коня вдоль берега, а вместе с ним и человека. Он отчаянно закричал. К счастью, обледеневший конец повода выскользнул, и труп лошади, нырнув в водовороте, исчез подо льдом. Обвалившаяся льдина развернулась, углом задела полузатонувшие сани и стала их теснить от берега в омут. Новая опасность подхлестнула охотников. Оттолкнув льдину, они попытались вытащить сани наверх, но все неудачно. Пришлось привезти лошадей. Никуды не денешься. И только с их помощью удалось выволочь затонувшие сани на берег. Наступило полнолуние, а вместе с ним и переменилась вся погода. Поджили подул резкий ветер. Посыпалась колючая крупа, а за ней мелкий плотный снег стеною, который валил аж до следующего дня. Такая погода благопрепятствовала охоте на лосей с подхода. С утра Симов отправился попытать счастье, и на устье улана встретил свежие следы зверей. Глубокие отпечатки слегка припорошило и задуло снежком. По лункам в снегу с одинаковой поволокой и выволокой нельзя было определить, в какую сторону ушли олени. И пришлось припомнить опыт старых охотников, которые в таких случаях определяют направление по веточкам, торчащими снега на линии следов. Животные задевают их и отклоняют вперед по движению, отчего на снегу остаются черточки и вмятинки. По следу Симов перешел на правый берег реки, затем поднялся по Косогору, перевалил через сопку и направился в широкую пать со старой гарью. На Косогоре следы подвели к причудливой коряжистой валежине. Поваленная огнем вековая сосна как бы приподнималась над землей на корявых ветках и сучках. Обгоревшая вершина ее терялась в подрастающих сосенках и оканчивалась бурым-бурым пятном. Присматриваясь к подозрительному месту, Симов сделал шаг в сторону. Бурая тень мгновенно поднялась. Это был полугодовалый изюбр, теленок. Расстояние между ними охотником не превышало тридцати метров. Олененок пристально смотрел на охотника. Толстый ствол сосны закрывал человека до плеч, и молодой зверь не признал в нем своего опасного врага. Вот так и разглядывали они друг друга несколько минут. И Симов неловко повернулся. Из-под локтя вывалились деревянные сошки и ударили по стволу винтовки. В одно мгновение, как отпущенные пружины, вылетели из чащи старый рогач, а за ними пять коров с двумя телятами. Высоко подняв голову, бык сделал несколько коротких прыжков, распушил серо-желтое зеркальце, посыпал черными орешками и помчался в гору, гордо неся свои рога. Мое богатство! А следом за ним поскакали и все остальные. Да, ребята, вы мне писали в комментариях, как словили эту кабарошку. Кабаргажа она же маленькая, она вообще маленькая, действительно, 10-15 килограмм, как собака можно сказать, такая большая. Они действительно, и у них вот это как у вампиров, у вампиренышей торчат вот эти клыки. А тут пишут, что бывает даже вообще без клыков практически. То есть, это возраст по ним определяется, да? Я так понял. И вы мне писали, что действительно, что если они выбегают на лед, все, они не могут, а так бери, как вы как пишете, подходи, да и бери, да и все. Это как вот та пословица, да? Как корова на льду, действительно. Но у нас же не описано было это вообще. Там было сказано, что-то он подъехал, палку взял, что-то положил, уложил и все, вот так как-то было. Чих-пых, трах-бах и все. И в дамках. Нам не описали этого. Это так бери, да догадывайся, как говорится. Ну еще по поводу вот этого лошади, как они ехали. Как так-то? Это же надо ехать, я так понимаю, вообще, как это, как говорится, по карнизу. Вот мне понравилось это название, по карнизу. То есть вообще где-то возле берега, там где побольше лед. И если в случае чего, это надо было сразу же еще пенек, чтобы был там. Пенек это, я так понимаю, это дерево срезанное. То есть оно что там периодически срезанное или что? Ну такие вот интересные как лайфхаки тех времен. И это надо быстро монгольский узел завязать. И что делать с этой лошадью? Как ты ее вытянешь? И тем более ты один. Это же действительно ЧП? Как? Пока я туда схожу, туда-сюда приду, все, лошади уже нету. А самому как вытянуть? Не лебедок, это как минимум лебедка должна быть. Или как-то как рычаг какой-то, чтобы крутить по чуть-чуть, а оно маленькими стежками как-то тянулось. в те времена видать ну как-то вот ну видите ничего такого нам не рассказали. Просто привязал да и все. И то хорошо что пенек ну можно было просто к дереву вот так вот да любое дерево можно затянуть не обязательно пенек но здесь почему-то был именно пенек как будто ждал его этот пенек это только интересненько интересненько очень да и кто это за вот эти акши забрали я думал что это и есть этот уваров и симов что они как бы встретились а оказывается нет ты посмотри не 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 это кто-то другой взял забрал как мое что и собаку взяли забрали а разве так можно взять забрать собаку и она все будет уже служить другому прям бегом да интересно прям как своему хозяину что ли может вот так ну сначала будет выколебываться а потом ну рогов же говорит что она придет сама придет ну да но я все таки думаю что это свои какие-то как ну а как по-другому то ну такие интересные на сегодня у нас вот рассуждения ставьте ваши нравлица не забывайте а на сегодня что а на сегодня все услышимся увидимся уже завтра не забывайте подписаться не забывайте поставить колокольчик чтобы вам приходили все уведомления как только я в избушке что-то выпущу вам сразу же придет что я загрузил и вы ничего не пропустите но это только когда колокольчик стоит все уведомления проверяйте это я новым говорю чтобы вы не забывали вот такое у нас радио а на сегодня что а на сегодня все пока до до завтречка вот так вот и Продолжение следует...